Я думаю, что у нашей лаборатории большое будущее. Игорь Петрович, я предлагаю открыть нашу лабораторию. Ну, с большим удовольствием это делаем. Да, ну, ножницы дадите нам, да, потом мы это сделаем. Современные технологии не предполагают ножниц, конечно, но без них пока ничего не обходится. Обычные ножницы, одно из лучших древнейших изобретений человечества, перерезали ленточку на входе в современную лабораторию цифровых и интеллектуальных технологий. Здесь будут работать преподаватели и студенты. Какие способы анализа есть? Самый практичный и самый доступный – это Excel, но это было очень неудобно. Это нужно было вводить все числа и графики. Нельзя было просто так подвинуть или удобно проанализировать. Я же написал программу, которая это делала буквально в один клик. Разработка Максима позволяет выполнять анализ зерен пшеницы, но спектр применения таких технологий безгранично широк. В отличие от узкоспециального изобретения, автором которого является одаренный школьник Степан. Он учится здесь по проекту «Наследники Ползунова» и смог в свои годы создать новую версию движителя, то есть винта, для снижения шума летающего друна. У нас же идет нижняя лопасть с обратной стреловидностью, еще идет верхняя лопасть со стреловидностью. То есть как раз-таки верхняя лопасть захватывает поток воздуха и направляет ее вот так на нижнюю. И нижнюю то, что за счет обратной стреловидности, поток выходит не с краю, как вот на этом винте, а в центре. Отдельная комната для тренировки навыков управления дронами. Специальный ежик гарантирует и защиту от повреждения техники, и безопасность. Если бы у нас был в уроках большой дрон, или хотя бы дрон с открытыми винтами, мы бы уже часть людей порезали. Детали любых устройств печатают с нуля на 3D-принтере. Чудо-машину, как и другую технику, приобрели по проекту «Наука и университеты». Есть программа «Приоритет 2030», которая там 100 лучших вузов страны выбирает. У нас, к сожалению, пока только один университет государственный участвует, но каждый год они получают 100 миллионов рублей, которые направляют на развитие своих проектов. Инжиниринговый центр, ключевое слово здесь – инжиниринговый. Те задачи, которые мы решаем, это задачи, направленные на совершенствованные технологии предприятий Алтайского края. Мы понимаем, что наука и производство не стоят на месте, и те знания, которые мы даем, их надо обновлять, совершенствовать и так далее. Вот и систему создания дронов хотят развивать и совершенствовать. Для этого в следующем году на базе вузов края планируют открыть 30 научных центров, подобных лабораторий технического вуза. Современные летательные аппараты, отметило руководство края, будут использовать для нужд военной и аграрной отрасли. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.